Камчатка Председатель колхоза имени Ленина Сергей Тарусов и лидер общественной организации «Дружба северян» Галина Кравченко рассказали землякам, что в течение двух дней на встрече обсуждались основные приоритеты будущей предвыборной программы Путина. В центре внимания по-прежнему человек и его проблемы. Очень понравилось то, что он поставил именно человека во главу угла непосредственно на свою дальнейшую деятельность. То есть все, то что сегодня он как кандидат видит, то что должно делаться в следующие шесть лет, должно делаться непосредственно только для человека, для каждого из нас, для жителей. Это важно. Это касается абсолютно сфер жизни, не только промышленности и науки, но и абсолютно всего. И здравоохранение, и образование. Должен быть равный доступ, особенно к этим категориям. Все сферы жизни были затронуты, абсолютно все. Все предложения в программу формировались на основе обращений поступающих от жителей страны. Не обошли стороной укрепления духовных и гуманитарных ценностей. Особенно очень важно отметить для меня, как из поселка, что нужно защищать сельскую школу. Нужно возвращать учителю воспитательную функцию. Не только образовательную, но и на воспитательную, потому что здесь как раз такие уже и патриотизмы, и все. И это важно. И самое, что интересно, многие выступили за то, чтобы история России была экзаменом обязательным. Потому что важно, что нужно знать свои этапы исторические. Важно знать полностью свою историю от начала до конца. И здесь вот прямо каждый учитель, каждый педагог и ректор об этом прямо через одного повторяли, проговаривали и акцентировали внимание. По словам доверенных лиц, штаб продолжит информировать земляков об основных позициях предвыборной программы своего кандидата. В региональном отделении КПРФ нам сообщили, что у кандидата Павла Грудинина в регионе тоже, возможно, появятся доверенные лица. На настоящий момент поданы документы на два представителя кандидата в президенты Павла Николаевича Грудинина. На настоящий момент документы готовятся в Москве. Со дня на день они у нас должны прибыть. Напомним, что выбирать президента России жители страны будут 18 марта 2018 года.